В России вышел первый номер отечественной версии знаменитого немецкого журнала «Яхтс», который создан в сотрудничестве с редакцией оригинальной версии. Но уже первый номер показал, что российский проект вполне самостоятельен, и большая часть материалов посвящена российскому яхтингу. Оригинальной версии журнала «Яхтс» уже более ста лет. По образному выражению немецких яхтсменов, он является библией парусного спорта. Если журнал говорит про что-то хорошо, а про что-то плохо, то так оно и есть. Российский вариант «Яхтс» выходит под таким же названием и с тем же логотипом. Смотрю и глазам своим не верю. Самый массовый яхтенный журнал в мире пришел к нам в страну. Представляете, он выходит 24 раза в год, это то есть по два номера в месяц. Гигантским для нас тиражом 150 тысяч экземпляров. У нас пока планы более скромные. Мы издаем этот журнал, в который входит примерно 30-40% оригинальных немецких материалов. Остальное создается здесь, в России. Пять номеров в этом году и в следующем году мы выходим на ежемесячный выпуск. Идея рождения в России яхтс – это появление журнала, лишенного гламурности и глянцевости отечественного яхтинга, каким он был до сих пор. Это издание будет публиковать только реальную и полезную информацию. В ближайших номерах из немецкой версии будет браться до 40% переводных материалов. Этот процесс будет уменьшаться, но не исчезнет совсем, потому что мировые тенденции – это и важная составляющая яхтинга вообще, и которые необходимо знать всем ходящим под парусом. Я бы не рассматривал этот журнал как переводной, потому что, ну, это просто некоторый первый шаг. Первый шаг в то, чтобы у нас появился журнал о яхтах, как о спорте. Не о яхтах, как о железках, которые у кого длиннее, у кого мощнее, кто больше денег потратил, а именно о спорте, именно о достижениях, именно о том, что приходится самим учиться. Журнал «Яхт» будет рассматривать только парусные суда. В нем ничего не будет о моторных катерах, но будут материалы о вспомогательных судах для проведения регат. Тираж журнала пока несколько скромнее немецкого – всего 20 тысяч экземпляров, да и объем пока несколько меньше – 128 полос. Мы, советские смены, буквально жили от номера до номера. Добывали эти номера в редких букинистических магазинах, и стоили они, между прочим, недешево, хотя номера-то были все же зачитаны буквально до дыр. С тех пор прошло много времени. Ситуация изменилась не только с получением информации о яхтинге, но и в самом парусном спорте. Теперь все решает только желание ходить под парусом. У нас этого важного спорта не было никогда. У нас он был как кусочек олимпийского, и все. А сейчас это ушло существенно дальше. Сейчас появились ребята, которые хотят ходить вокруг света. Появились ребята, которые хотят ходить в Трансатлантик. Для многих людей путь в парус начинается с чартерной прогулки. То есть снять на неделю лодку или на две в Греции, прогуляться по островам. Для этого не надо иметь какой-то патент или знание. Если вот люди совершенно новички, они берут еще шкипера. Шкипер, который управляет лодкой, который их обучает, им все рассказывает, показывает. И они имеют такой замечательный, совершенно активный отдых на воде. Как правило, люди приходят в яхтинг через чартер. А поэтому этот раздел будет освещен широко. Также журнал будет публиковать материалы о работе детских парусных школ и секций. О программах вхождения взрослых людей в мир парусного спорта. Конечно, будут тест-драйва лодок, оборудования и одежды. И широкий спектр материалов о яхтинном спорте, профессиональном и любительском. Отдельный раздел будет посвящен практикуму основ хождения под парусом. Делается для себя. Потому что себя, в общем, научить быть лучше других, мне кажется, вот это очень важная вещь. И в журнале это быстро произойдет. Я думаю, что там будет написано о нас существенно больше, чем о том, что будет происходить за границей. Мы промониторили практически все англоязычные, немецкоязычные, франкоязычные издания. И пришли к выводу, что журнал «Яхт» наиболее практичный, наиболее универсальный. Например, «Йотингвелд» очень фиксирован на английскую вообще аудиторию. Это журнал для англичан. Там журнал «Йотинг» американский тоже. Там «Си Хорс» – это спорт английский парусный и так далее. А вот такой универсальный действительно журнал – это был журнал «Ди Яхт». Так что у профессионалов яхтинга и у тех, кто только мечтает войти в этот мир, появился свой российский журнал. Читайте, он сможет стать вашим проводником в мире паруса. Продолжение следует...